Всем привет, вы на канале Мистер Кубик. Сразу извиняюсь, что я задержался с данным роликом. Появились некоторые моменты, которые нужно было решать. Ну и как вы уже поняли, сегодня мы пробежимся по новому марафону «Летнее приключение». Ну и конечно же ссылочку на новость про данный марафон вы найдёте в описании. Советую, кстати, прочесть эту новость, она не такая прям большая, и там есть очень нужные моменты, которые довольно важны и касаются данного марафона. Ну и также в конце там есть вопросы и ответы, и честно говоря, вопросы и ответы есть довольно интересные и нужные. Ну а если же у вас всё равно после этого останутся или со временем появятся какие-то вопросы, то можете задавать их в комментариях, отвечу я или кто-то другой. Но в любом случае я увижу и прочту ваш вопрос. Честно говоря, я довольно сильно удивился, что увидел не какой-то очередной мини-марафон недели испытаний, а что-то более интересное. Хотя в то же время, первые минуты у меня была вот такая вот реакция на данный марафон. Нихуя не понял. Ну очень интересно. Но, как я уже и сказал, в новости всё хорошо подробно описано. И сразу скажу, что данный марафон у нас продлится с 14 августа и аж до 14 сентября, так что все игроки успеют его выполнить. Ну и, как всегда, самое основное, перед тем, как начать выполнять тот или иной марафон, нужно выбрать своего персонажа, которым ты будешь делать данный марафон. Но вот здесь немножко притормозите, я кое-что объясню. Если что, на данной странице марафона, и тем более в новостной странице марафона, мы и так видим, какие награды мы получаем, за какие задания, какие вообще, в принципе, задания нужно будет нам делать. А их, если суммировать, в принципе, довольно много получается. Поэтому, чтобы не затягивать, я это всё не буду озвучивать. Итак, если грубо говорить, то данный марафон разделён на две части. Первая часть, которая называется «Познавательные приключения», сделана как бы для новичков, но в скобках мы пишем «Твины» и «Вернувшиеся игроки». А вторая часть, которая называется «Героические приключения», сделана, в принципе, для всех игроков. Но вернёмся к первой части, на секундочку. Здесь, как бы новичок, выполняет сюжетные главы, а именно 10, 13, 17 и 18.3, и за это получает ту или иную награду. Здесь есть ещё один очень важный момент, что каждая данная глава соответствует тому или иному материку, или региону, если говорить про безмятежное море. То есть, если вы выполняете ту или иную главу, то есть выполняете все задания данной сюжетки, то вы как бы выполняете все задания данного материка или региона. К примеру, вы западник, выполнили десятую главу, и при этом появилась возможность забрать награду за западный материк. Но пока что никуда пальцами тыркать не лезем. Похожая, в принципе, ситуация идёт и со второй частью данного марафона «Героические приключения». Здесь у нас также есть восточный, западный, изначальный материк и регион «Безмятежное море». И если рассматривать тот же самый запад, допустим, то у нас тоже есть здесь свои задания. Делая их, правда, мы будем набирать некие баллы. Это, в принципе, мы уже видим слева. И здесь также, если мы выполним все задания в нужном количестве западного материка, то у нас также только уже здесь, во второй части, появится возможность забрать награду западного материка. И, как мы видим слева, это ирамийская гадальная руна. И вот здесь самый главный момент, то что мы выполнили задания западного материка первой части, выполнив там десятую, допустим, главу, и при этом выполнили все задания второй части западного материка. И здесь, хоть нам показано, что мы можем забрать награду и там, и там, но на самом деле забрать награду мы можем только одну. Или награду за первую часть, или награду за вторую часть. Но это с учетом, что мы сделали задание одного и того же материка. Если же, допустим, первую часть марафона вы выполняли где-то в Безмятежном море, а во второй части марафона выполняли, допустим, все задания изначального материка, то в итоге вы можете забрать награду и за выполнение первой части всех заданий в регионе Безмятежное море, и также вы можете забрать награду за выполнение всех заданий изначального материка второй части данного марафона. Данный момент, как по мне, не очень удобный и не очень-то продуманно сделанный, потому что игроки, которые давно играют в игру, у них все вкачано, и им первая часть данного марафона, в принципе, вообще ни к чему. Ну а если говорить про новичков, им тоже данный момент не очень подходит, потому что данные игроки должны вот прям с этим марафоном начинать игру. Ну а если ты играешь, допустим, даже пару недель, то и за это время можно довольно далеко уйти и уже давно пройти эту нужную часть главы. Короче, здесь много косяков, но главное, что вот такой нюанс есть, знайте об этом. Потому что я знаю, что многие теперь ринулись создавать второй аккаунт, или у кого-то уже есть кто-то пошел создавать нового твина. Здесь же такие шикарные награды, как же этим не воспользоваться? Задроты, как я вас люблю! Подписываемся на канал, кстати. Так что вторая часть данного марафона будет более популярна, и практически все ее будут делать. Ведь, в принципе, делается она несложно. Если мы зайдем на данную страницу марафона, то, открыв тот или иной материк или регион, если говорить про безмятежное море, то увидим, какие задания нужно будет выполнять на том или ином материке. Честно говоря, задания здесь до жопы, так что вы можете как за первые дни упороться и выполнить весь этот марафон, так же можете растянуть удовольствие на целый месяц. Ну и, конечно же, если вы не можете много уделить времени игре, то, конечно, для вас этот месяц будет просто, ну, неким спасением. Все, в принципе, задания для нас знакомые и несложные. Некоторые мы и так, в принципе, выполняем каждую неделю. Единственное, разве что дополню, есть задания, где нужно убить того или иного РБ, и если, допустим, говорить про какого-нибудь Калидиса, то, чтобы вы не мешали на этом боссе, лучше до того, как этот босс появится, приплывите на место, ударьте данного босса или получите от него урон, и лучше отойдите, не мешайте, пускай какая-нибудь гильдия, которая фармит того или иного босса, заберет этого босса, ну а вы получите просто выполненный квест. Здесь же, на данной странице, если мы пролистнем немного ниже, мы увидим, собственно, и награду, которую мы получим за выполнение тех или иных заданий. Как видите, у меня здесь выполнено немного, многие, я думаю, уже выполнили практически все. Да, я понимаю, что еще целый месяц впереди, я точно это все сделаю, но тут просто вопрос в том, что в основном все упарываются, прям вот реально упарываются в первую неделю, в дни все сделать, чтобы потом нахрен забыть про это. Как будто есть некое достижение за это дополнительное, скрытая такая ачивка. Поэтому так немного и разочарован, что опоздал в этот первый поезд. Здесь же, в разделе награды, у нас есть еще одна самая как бы основная награда. Ее мы получаем, если выполним все задания всех четырех материков и регионов. И не важно, будет ли это первая или вторая часть марафона. Понятное дело, что мы получаем здесь не всю награду, а только одну на свой выбор. Но даже если и так, то в принципе вы можете выбрать довольно хорошую награду. Здесь есть неплохой питомец, черная пантера. Какие-никакие крылья, но честно говоря, я бы их лучше не брал. Есть фамильяр, но его честно говоря, также лучше бы не брал. Тандем я бы вообще не рассматривал, вообще забудьте, что он тут есть. Насчет костюма, я тоже спокойно бы сказал, что нахрен забудьте, что он тут есть. Но есть один интересный момент, что на данном костюме работают руны. Почему в какой-то момент в игре появились какие-то избранные костюмы, которые имеют руны, и они на них работают, а на других нет, я не знаю. И на кой черт здесь вообще какой-то квисарский талисман, некоторые наверное вообще забыли, что это такое. Я, честно говоря, не понимаю. Но, возможно, я его как раз и возьму. Скорее всего, скажите, что я дурачок, и будете правы. У меня как раз на складе есть старые наручи с неуязом, есть пояс, который ловит, ну, который ловит, неважно. Кто понял, тот понял. И, может быть, что-то из этого у меня заточится. Ну, а на этом, в принципе, все. Что вы думаете насчет того, что брать ли мне этот квисар или нет, пишите в комментариях. Ну, и свое мнение насчет всего этого марафона, конечно же, и награды тоже пишите в комментах, что вы думаете. Опять же, повторюсь, если какие-то вопросы есть, пишите, спрашивайте, постараюсь ответить. Может быть, я еще что-то пропустил, не знаю, старался вроде бы покороче ролик делать. В любом случае, место для комментариев все ваше.